Жизнь женящей. Третья серия. Зима. Первый снег. Доченька, скорей вставай. У нас для тебя сюрприз. Доброе утро, родители. Что случилось? У нас замечательная новость. Выпал первый снег. Давай собирайся и пойдем гулять. Ура! Какая классная новость. Я сейчас очень быстро соберусь. Подождите меня, мамочка и папочка. Сейчас я одену свой самый зимний наряд. Ну вот я и переоделась. Пойдем, лошадка, я тебя покормлю. Кушай, лошадка. Как же я тебя люблю. Ты у меня самая лучшая. Ну все, я готова. Родители, пошли гулять. Отлично, пошли. Вау, тут все в снегу. Какая красота. Прям сказка какая-то. Вода, медь, снег. Доченька, пошли кататься на коньках. Папочка, ну я совсем не умею. Не переживай, дочка. Мы тебе научим кататься. Пойдем, не бойся. Ну я не знаю. Но, наверное, попробовать стоит. Конечно стоит, доченька. Пошли, я тебя научу. Смотри, чтобы научиться кататься на коньках, нужно для начала научиться держать равновесие на льду. Хорошо, сейчас попробую. Ааа, я упала. Ну я сейчас соберусь и еще раз попробую. У меня уже почти получается. Ура, я почти научилась. Молодец, доченька. Ты очень быстро учишься. Катание на коньках. Женяша научилась. Жизнь Женяши. Третья серия. В магазин за подарками. А сейчас мы пойдем в рождественский магазин за подарками. Надо готовиться к Новому году. Ну вот, мы уже пришли. Вау, как тут красиво. Настоящая сказка. Доченька, смотри. Тут настоящие олени. Что? Настоящие олени? Я никогда в жизни их не видела. Привет, малыш. Как дела? Ты такой лапочка. Дорогая, тут написано, что на них можно покататься. Доченька, ты хочешь покататься? Что? Правда можно? Я очень хочу. Тогда я побежал за билетами. Все, я купил. Сейчас мы будем кататься на оленях. Катание на оленях. Доченька, держись крепче и аккуратно. Тебе нужно будет собирать пряничные печеньки. А эти печеньки мы сможем обменять на какой-нибудь подарок. Вау, как классно. Это самый мой крутой выходной. Ну как, доченька? Собрала много печенек? Да, я собрала очень много печенек. И мой олень уже устал. Ему нужно отдыхать. А теперь пошли за призами. Вау, какой тут крутой магазин. Сколько здесь подарков. Вау, какие тут призы. Обалдеть, а тут что? Обалдеть, тут есть разные питомцы. Я хочу себе нового питомца. В рождественских подарках, елочках, могут попадаться разные питомцы. Так что мы сейчас тебе купим подарок. Ура, ура, ура. У меня появится новый питомец. Доченька, это подарок для тебя. Открывай его скорее. И тебе попалось легендарное яйцо. Давай его откроем и узнаем, какой появится питомец. И это мишка. Белый полярный мишка. Какой же он, лапочка. Лапочка, смотри. А это что за большой подарок? Давай его тоже купим. Он стоит немного больше, чем предыдущий подарок. А вдруг там выпадет легендарный тонец. Тогда давай купим и проверим. И снова легендарное яйцо. Открываем. И у нас воробушек. Птичка. Он такой крохотный. Он милашка. Доченька, а у меня идея. Давай твоего мишку сделаем флайм. И ты на нем сможешь летать. Давай. Вау. Я летаю на мишке. Какой же он классный. И мягкий. А какой красивый город Адубми. Я в восторге. Дорогая. Ну все, пошли домой. Нам еще елку наряжать. Папочка, спасибо за этот прекрасный день. Это один из самых счастливых дней в моей жизни. Женяша наряжает елку. Мне так нравится наряжать елку. Она у нас такая красивая. Я люблю вас, мамочка и папочка. А мы тебя, наша доченька. Ну все, дорогая. Тебе пора уже спать. Завтра в школу. Завтра трудный день. Да, завтра в школу. Спокойной ночи, мамочка и папочка. Ну все, Мишка. И тебе пора спать. Сладких тебе снов. И я ложусь спать. Переоденусь в пижаму. Ведь завтра в школу. Вот так и прошел женяшин день. На следующий день. Женяша идет в школу. Доченька, доченька, скорей вставай. Тебе уже пора в школу. Хорошо, сейчас буду собираться. Одевай школьную форму и спускайся завтракать. Ну вот я и готова идти в школу. Мишка, вставай. Я иду в школу, а ты останешься дома. За тобой присмотрит мама. Ммм, какие вкусные пончики. Папочка, я слышала, что вышел новый айфон двенадцатый. Я о нем мечтаю и очень хочу его приобрести. Хмм, подарок очень дорогой. Ну, для начала давай, доченька, ты будешь хорошо учиться. А там посмотрим, какой ты подарок получишь у меня на Новый год. Очень важно, доченька, хорошо учиться. Хорошо, я буду стараться на одни пятерки учиться. Молодец, доченька. Удачи тебе в школе. Жизнь женящей. Третья серия. Школа. Девочки, привет. Как у вас дела? Все хорошо. А у тебя как? У меня отлично. Я вчера так классно время провела. Классно. Девочки, сейчас скоро урок начнется. А вот и наша учительница. Дети, всем в класс. Начался урок. Тема сегодняшнего урока – умножение и деление. Достаем тетради и пишем классная работа. Ой, ребята, извините, мне нужно срочно отойти к директору. А вы пока пишите задание в тетради. Девчонки, девчонки, у меня идея. А давайте поиграем в прятки, пока нет училки. Вау, классная идея. Женяша, ты с нами? Ну, я даже не знаю. А как же задание? Да не волнуйся ты. Итак, кто не будет играть, тот нубик. Итак, правила такие. Кто плохо спрячется и кого я найду, тот нуб. Женяша, ты че нуб? Ладно, ладно, уговорили. Я играю с вами. Игра началась. Я в воду. Я считаю до пяти. Не могу до десяти. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват. Хоть бы не нашел. Женяша, тише, он уже идет. Я стараюсь. Сейчас я проверю, кто как спрятался. Ага, попалась. А вот и первый нубик. Так не честно. Почему ты меня первый нашел? Ха-ха-ха. Ха-ха. Стойки, стойки за себя. Я не нубик, я не нубик. Я выиграла. Девочки, вы где? Я вас сейчас найду. Так, здесь нет, здесь нет. Что там за шорох? Ура, он нас не заметил. Это наш шанс. Надо скорее бежать к доске. Ага, вот тут кто шумел. Попалась. Ой, упс. Привет. Все, бегу. Стуки, стуки за себя. Я не нуб, я не нуб. Я выиграла. Быстрее забегаем в класс. Я ж вам говорю, что я не нуб. А вы мне не верили. Что тут происходит? Женяша, ты почему не на своем месте? Что? Не нуб, говоришь? Ты урок сорвала. И за это я поставлю тебе двойку. Что? Двойку? Пожалуйста, не ставьте. Садись на свое место. Хорошо. Блин, меня родители ругать будут. Домашнее задание на доске. Урок закончен. Можете идти. Вот это я попала. Тоже скажу родителям. Я им обещала, что я буду отличницей. Привет, доченька. Как дела в школе? Рассказывай. Я сегодня двойку получила. Что? Как так? Пока учительницы не было на уроке, мы играли в прятки. И когда она пришла, то она мне поставила двойку. За то, что я не была за партой. Я очень расстроен твоим поведением. И мы подумали. Никакого тебе айфона. Ты двойку получила. И еще неделю зарядку не делаешь. Утреннюю. Ленишься. Никакого айфона. И да, три дня без компьютера. Что? Три дня без компьютера? Но мне нужно стримить. Он мне нужен. Для начала ты подумаешь о своем поведении и исправишь оценки. И тогда мы уж поговорим. Доченька, ты меня очень расстроила. Хорошо. Я буду исправляться. Ребята, хотите узнать, что будет дальше? Тогда скорее подписывайся на канал. Жми лайк и нажми на колокольчик. Так ты не пропустишь новую серию. А я пошла исправлять свои оценки. Конец. Эту фразу услышат только лучшие люди планеты. Подпишись. Поставь лайк, если тебе понравилось. Это важно. Слышишь? Это важно. Подпишись, Кисуля.